Юная участница сказки, шестилетняя Соня, не просто исполняет свою роль на сцене. Своим примером она призывает всех людей заботиться о нашей общей земле. Мы с мамой всегда в мусорку это выбрасываем, а не на землю бросаем. Мы с мамой планируем взять в выходной мешки черные и будем убирать вот эти вот, ну всякие там мусоры на земле всей. Другие воспитанники детского сада также беспокоятся о чистоте планеты. С раннего детства ребята знают об актуальных экологических проблемах. Всюду пыль, бежит, дымит автомобиль. А между тем деревья стонут, в грязи пыль и просто тонут. А чтоб построить нам заводы, рубят лес и губят воды. Стала грязой наша вода, от растений нет и следа. От него дома наших берег, птицам, рыбам плохо тебе. На фестивале «Звездный калейдоскоп» в номинации «Театральный жанр» выступают дети от 3 до 7 лет. В этом году мы зрителям представляем экологическую сказку. В таких постановках дети раскрывают свои творческие способности. И не только дети, но и педагоги, и родители. Ну а в настоящее время очень важен такой вопрос, как сохранение планеты, сохранение природы. В «Дельфине» тема нынешнего учебного года – экология природы и души. Как рассказала заведующая детским садом, очень важно научить детей с ранних лет сохранять свою планету, беречь природу и приумножать ее богатство. Хоть фестиваль и детский, однако оценивают его уже по-взрослому. Критерии строгие. Раскрытие и яркость художественных образов, сценичность исполнения, художественное оформление спектакля, дикция актеров и соответствие репертуара возрастным особенностям воспитанников. Бабочки, птички, лягушата, пингвины и веселые рыбаки – все дружно собрали мусор и спасли планету, за что в конце своего выступления получили почетные грамоты и аплодисменты благодарных зрителей. Александр Александрович, Андрей Капустин, информационная программа «День». Александр Александрович, Андрей Капустин, «День».